МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале. Мои коллеги и я, Герман Токарев, расскажем о главных событиях прошедшего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии Нового года по сложившейся традиции в городском дворце культуры прошла елка главы администрации. В Азове состоялся турнир по казачьим единоборствам. Как сохранить молодость и красоту, расскажет врач-косметолог-дерматолог Оксана Бурнаева в медицинской рубрике «Без рецепта». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последняя неделя декабря богата на новогодние утренники. Сегодня в городском дворце культуры состоялась праздничная елка главы администрации для одаренных детей, которые активно проявляют себя в учебе, спорте и творчестве. Олимпиадное движение набирает обороты, и количество одаренных детей с каждым годом растет. Они активно проявляют себя в спорте, точных науках, творчестве и искусстве. 25 декабря в городском дворце культуры состоялось новогоднее представление для одаренных детей, которые активно проявили себя в течение учебного года. Для них была подготовлена сказка, развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Детей, постоянно стремящихся к развитию и успешно представляющих город на областных и федеральных уровнях, поздравил глава администрации города Владимир Рощупкин. Мероприятие такое праздничное, включает в себя представление, спектакль для детей, награждение их сладкими подарками, ну и вот такое небольшое общение наше с детворой, фотографирование. Ну и вот самое главное, это, наверное, зарядить детей таким положительным новогодним настроением, дать им почувствовать, что сейчас уже вот-вот заканчивается учебная четверть, совсем скоро начнется их отдых. Вот это, наверное, волшебный праздник, который по-другому и не воспринимается. И вот немножечко им сказки, добра, чудо, вот наша задача подарить здесь на встрече с головой. По традиции ребят ждали веселые игры и хороводы, и, конечно же, сладкие подарки. Каждое достижение ребенка в науке, спорте и искусстве – это не только его кропотливая работа, но и поддержка родителей и наставников. Ольга Усмана, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. В минувшие выходные на базе филиала ДГТУ состоялся седьмой по счету турнир по казачьим единоборствам, посвященный Пятому Донскому кавалерийскому корпусу. О том, как прошли соревнования, нам рассказал руководитель организации «Артха» Юрий Рыбченко. В соревнованиях приняло участие около 180 человек. Значит, было 8 команд, все участники с Ростовской области. Традиционно у нас прошли 4 вида по казачьему кинжальному бою, тактическому фехтованию, учкуршипка, фланкировка казачьей шашкой и метание ножа. В общей командном зачете город Азов занял первое место, Азовский район занял второе место. И команда с Александровки заняла третье место. Пользуясь случаем, хочу пригласить молодежь, а также взрослых заниматься казачьими единоборствами в нашем клубе. Ну и вообще, занимайтесь спортом, развивайте свою силу и укрепляйте свой дух. На пятом канале Пульс проходит предновогодняя акция «Поделись хорошим настроением». Принять в ней участие и проявить свой талант может любой желающий. Победителей ждет сладкий подарок от Деда Мороза. Дорогие завчане, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого хорошего, обязательно здоровья, счастья и материальных благ. Чтобы ваши дети были здоровы и все у вас было хорошо. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной окаймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. С наступающим вас Новым годом! Желаем удачи и благополучия, и отличной учебы. Шел по лесу Дед Мороз, мимо клёнов и берез, мимо просек, мимо пней. Шел по лесу восемь дней, он по бору проходил, елки в бусы нарядил. В этот час под Новый год он ребятам их несет. С наступающим Новым годом! Снег летает и кружится, тихо на асфальт розырится. За окном мороз и стуза, гладким медом покрылись лужи. И сквозь эту красоту с Новым годом на носу напечатался Дед Мороз. Ладость весел и пенес. Новым годом! На Тесаке З-12, Дед Мороз и З-Пу-Чи, всем детискам на планете должен ладо принести. Наступающим с Новым годом! В медицинской рубрике «Без рецепта» врач-косметолог-дерматолог Оксана Бурнаева. Бурнаева Оксана Павловна, косметолог-дерматолог. Родилась 30 июня 1979 года в Азове. Окончила Ростовский государственный медицинский университет. Стаж работы. 22 года, кредо, не навреди. Будучи студенткой второго курса, я пошла на чистку лица. Была очарована эстетистом, который ее проводил. Мне понравилась процедура, я подумала, что я хочу двигаться в этом направлении. Однако, все было не так просто. Оказалось, что на тот момент врачебной косметологии не существовало в Российской Федерации. Я закончила дерматологию и ждала еще 6 лет, прежде чем появилась специальность. Я была одной из первых, который стал врачом-косметологом легитимным в России. Чаще всего, скорее всего, это пациенты, которые хотят замедлить свое старение. То есть это омолаживающие процедуры. На втором месте я бы сказала, что это акне, постакне, угревые высыпания. У меня много пациентов с розовыми угрями, с пигментацией. Ну, прежде всего, нужно смотреть, в какой клинике работает доктор. Имеет ли она медлицензию. Имеет ли соответствующее образование доктор, который проводит процедуру. И живые отзывы. Большие губы – это вопрос эстетического восприятия пациента и врача. Это дело вкуса. Но чтобы я обратила внимание, прежде всего, когда мы делаем большой объем, его нужно делать поэтапно. Нельзя большое количество филлера вводить в губы, чтобы не было сдавления тканей. И второй момент – это качество филлера. Вводить нужно только качественные филлеры, которые имеют уже довольно хорошую репутацию длительную. И губы после них не болеют. Обычная косметика с пометкой «Био» без парабинов, без консервантов хранится значительно меньше. Тут нужно все выбирать по показаниям. Если пациенту показана такая косметика, он является аллергиком, можно ее использовать. Но я не часто назначаю ее. Чаще всего я назначаю дневной и ночной крем. Почему? Потому что и омолаживающие процедуры предполагают использование солнцезащитного крема в нашем регионе, и лечение розация, и акне. Я в основном своим пациентам дневным кремом я назначаю солнцезащитный крем по типу кожи. А ночной – это уже лечебный. Либо омолаживающий, либо корректирующий пигментацию, либо который лечит угри. Поэтому априори уже два крема получаются. Один дневной, второй ночной. Я бы порекомендовала мамам, подросткам, привезти к доктору, потому что он даст рекомендации по уходу. Нужно смотреть, какая стадия угрей. Если это комедоны, поможет домашний уход и чистка. Если там уже есть высыпание воспалительного характера, папулы, пустулы, тогда понадобится медикаментозное лечение. Это проводит врач-косметолог-дерматолог. Можно. Давить можно в кабинете косметолога. Можно. Мы давим, мы делаем чистку механическую. Можно давить, но очень осторожно и имеем багаж знаний. Врач-косметолог, конечно, он удаляет. Экстракция комедонов, вскрытие пустул, все это существует. Самостоятельно не стоит. Есть опасные зоны носогубного треугольника. Это может быть опасно. Нужно смотреть по пациенту. Если есть нагноение в большом количестве, сначала мы пациентов лечим. Если неизмененная кожа, есть комедоны, я активно использую ультразвуковую чистку как подготовительный этап к механической чистке лица. Все по показаниям. Нужно смотреть пациентов. Ну, вы знаете, я бы хотела сказать, что положительно. Но у меня есть несколько пациентов, которые масками с клубникой добились усугубления пигментации. У нас клубника бывает в солнечные месяцы. И получается, что это фруктовая кислота. У пациентов уже были изменения в виде пигментации. И они усугубили. Поэтому нужно аккуратненько это все использовать. И сметана обладает кислотами, и клубника, и малина обладают кислотами. Поэтому я бы очень аккуратно наносила эти средства. Они могут быть небезопасными. Ну, у нас есть сейчас все методы для того, чтобы хорошо подтянуть лицо. И аппаратный ультразвуковой смаз-лифтинг, и оперативно, кто желает, может сделать оперативный смаз-лифтинг нити ставим. Тут дело вкуса. Хочет человек этим заниматься или нет. Кто-то выбирает естественное старение. Я это тоже уважаю. Это точка зрения. Почему нет? Если кому-то это нужно, мы можем сделать это безопасно и эффективно на данный момент. Все у нас для этого есть. Вы знаете, вот косметология врачебная – это часть медицины. По показаниям, допустим, бритва. Если у пациента от постоянного бритья, раздражения на коже, для него небезопасна бритва. Ему нужно использовать другие методы, пробовать. Шугаринг, допустим, я бы не рекомендовала пациентам с ломкими сосудами, потому что может быть усугубление этого процесса и может быть визуализация мелких сосудов на коже. Лазерная эпиляция. Если у пациента в зоне коррекции много новообразований, я бы не рекомендовала это делать. То есть все по показаниям. Кому-то нужно выбрать один метод, другому пациенту другой метод. Нужно смотреть, исключать противопоказания и пробовать. Прежде всего, ввести здоровый образ жизни, сбалансированное питание, вывод соматических своих заболеваний в ремиссию, лечение кожных заболеваний кожи, потому что красота – это, прежде всего, здоровье. Второй пункт. Я бы отметила использование солнцезащитного крема и не злоупотребление избыточной солнечной инсоляции в нашем регионе. И третий момент. Если вы хотите надолго сохранить свою красоту и здоровье, обращайтесь к специалистам. Мы вам поможем всегда. Подлечим ваши кожные заболевания и сохраним вашу молодость и красоту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами и желаю хорошего завершения рабочего дня вместе с пятым каналом. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова